Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Сейчас мы с вами разберем тему, как же войти в личный кабинет Тинькофф по номеру карты. Вот, к примеру, у меня такая карта банковская Тинькофф, банка Тинькофф Black, дебетовая. Когда я ее оформляла, то я ее оформила онлайн сразу при входе в личный кабинет. Но и сейчас, чтобы, допустим, если я, к примеру, удалила приложение, либо хочу зайти заново, либо вы оформили банковскую карту через сайт и хотите зайти в личный кабинет, то вам нужен номер банковской карты и телефон, который привязан к данной банковской карте. Потому что при входе в личный кабинет первым делом у вас запрашивается номер телефона. Вам нужно ввести номер телефона, который привязан к банковской карте, на него придет смс-сообщение с кодом подтверждения, а вы подтверждаете этот код и далее вам нужно ввести номер банковской карты. Номер банковской карты указывается с обратной стороны, его нужно ввести полностью и нажать подтвердить. Далее у вас запрос будет на то, чтобы установить, к примеру, пароль, если вам нужно будет, либо можете ввести, если это в приложении, то короткий код для входа в личный кабинет. И тогда там у вас в приложении уже в дальнейшем не нужно будет каждый раз вводить номер банковской карты. Если это будет личный кабинет, допустим, через компьютер, то тогда вам нужно будет каждый раз вводить все данные и номер, соответственно, банковской карты для того, чтобы войти в личный кабинет. Либо сохраните данные, когда один раз введете, и просто будете каждый раз подтверждать сохраненные данные. Но в любом случае без номера банковской карты в личный кабинет войти у вас не получится. Ну и, соответственно, если это, к примеру, будет приложение на телефоне с личным кабинетом, то вы можете ввести там четырехзначный код для дальнейшего входа и подтвердить там либо сканер отпечатка пальца, либо Face ID, если это присутствует у вас на телефоне и установлено. И в дальнейшем будете вводить, входить в приложение в личный кабинет по данным реквизита. Ну а с компьютера, еще раз повторюсь, либо сохраняете данные, либо будете вводить просто там номер телефона и подтверждать кодом для входа в личный кабинет. То есть, в принципе, ничего сложного, и не важно, как вы оформили банковскую карту. Там позвонили по телефону, либо онлайн зарегистрировались, либо же сразу при входе в личный кабинет отправили заявку на регистрацию банковской карты. Она у вас будет уже действовать, и вы можете сразу же войти в личный кабинет, уже не имея еще даже банковской карты, а просто указав, что у вас нет банковской карты, и вы можете сразу зарегистрировать ее и потом получить. Так что, в принципе, ничего сложного, просто нужна вам банковская карта и номер телефона, который привязан к этой карте, для того, чтобы войти в личный кабинет. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забывайте ставить ваши лайки, писать комментарии, если вы с чем-то не согласны, или как-то вы делаете это по-другому. И подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч!